Мы уже дали все обновления, уже поговорили о продуктах, которые мы делали до этого, поговорили о том, что будет в ближайшем будущем. Мы провели замечательные тренинги, замечательные обновления о SuccessFactory, того, что мы можем ожидать в ближайшее время. Рассказали про круг чемпионов, это группа, которая на полях и на местах представляет нашу компанию и является представителем сообщества нашей компании. И знаете, я уже говорил до этого, что я чувствую, что конец прошлого года и последние пару месяцев, что-то действительно меняется, что-то действительно как будто собирается в воздухе, как будто загустевает и готовится проявиться. И знаете, даже вот проверяя свой пульс, я понимаю, что сейчас тот самый момент. Вот где нам нужна сила и честь. Да, сила у меня есть. Вау, вау. Я думаю, что мы с вами идем к моменту, который даст вам новой возможности взглянуть на себя. Оно даст вам новое видение ваших возможностей. Это даст вам новый взгляд на ваши отношения, да и на всю вашу жизнь. Я верю, что то, что вы сейчас увидите, это то, чего вы никогда не видели ранее. То, что вы сейчас слышите, это то, что вы ранее никогда не слышали. И то, что вы сейчас почувствуете, это то, что вы никогда не чувствовали ранее, потому что это то чувство, которое пережили мы. На протяжении всей истории книги хранили наше величие, наше воображение и идеи самых великих умов, самых дерзких визионеров и мечтателей. Некоторые из них знали секрет. Ведь эти тайны сокрыты в тысячах страницах. И карта невозможного места указывает нам путь на секретное тайное спрятанное сокровище. Мир скоро пробудится для того, чтобы узреть великое видение. То, что раньше никогда не было показано. Что изменит то, как вы этот мир воспринимаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы открываем путь, по которому раньше никто не ходил. Мы осваиваем новый мир. Готовьтесь к этому новому опыту. Ваши глаза раньше не видели ничего подобного. Продолжение следует... Ваша реальность сейчас изменится. Свет, видение, эмоция. Ваша реальность сейчас изменится. Уникальное событие в истории. У нас есть ключ, который открывает дверь в совершенно новую вселенную. И этот ключ я держу в своих руках. Ключ, который открывает дверь в другой мир. Это большой мир. Будет огромный скачок, который запустит нас в небо, в котором нет определенных ограничений. Мы войдем в этот мир, благодаря всему тому, что мы там можем сделать. Но останемся мы там из-за того, кем мы можем стать. Технология — это мощный инструмент, и она развивается очень быстро. Особенно сейчас. Все то, что раньше могло восприниматься как утопия и фантазия, сейчас уже является нашей обычной жизнью. Технологические скачки — это причина, по которой мы можем наслаждаться этим прекрасным и интересным жизненным опытом. Перед тем, как мы посмотрим в будущее, давайте посмотрим на то, как мы до этого дошли. Мы все знаем, что одни из самых больших скачков в развитии случился в 1913 году, когда Кенри Форд включил конвейерную линию, что значительно изменил мир. Во много ускорилась скорость производства, что позволило массовому производству стать возможным. И цены из-за этого понизились. Сегодня мы не видим ни одной крупной производственной мощности без производственных линий. И знаете, тогда люди верили в то, что ответственность бизнесмена заключается в том, чтобы стать, сделать мир лучшим, и для того, чтобы продолжать делать свой вклад в общество. Считалось, что один из самых успешных бизнесменов всего мира до... Что, таким стал Форда? Но до Форда было немыслимо, чтобы обычный рабочий мог владеть машиной, но, тем не менее, это стало стандартом. Затем, на протяжении длительного времени, мы не видели таких изменяющих жизнь технологических прорывов. Закончились войны. Войны. Страны продолжали развиваться, потихонечку двигаясь в сторону положительных изменений. Технология менялась, но не настолько радикальна. Когда-то жизнь протекала намного медленнее, и знаете, развитие было намного медленнее, чем то, к чему мы привыкли сегодня. Когда-то давным-давно, если вы рождались в семье фермера, единственное логичное будущее для вас было в том, чтобы продолжить дело вашей семьи и стать фермером. Если ваш отец был кузнецом, вы становились кузнецом. Навыки передавали от поколения к поколению. И те же самые навыков были достаточны, чтобы продолжать делать одну и ту же работу на протяжении 50 лет. Можете ли вы представить, что мы сегодня делаем то же самое, что делали наши отцы 50 лет назад? Это, знаете, было бы похоже на отправку обычной почты вместо отправки электронных писем. Тогда это считалось бы быстрым способом коммуникации и ведения дел. И, говоря о письменности, знаете, с тем, как мы отлистываем страницы истории назад, мы видим еще один огромный скачок в нашей эволюции. Изобретение печатного станка, что позволило печати книг происходить намного быстрее, чем когда бы то ни было раньше. Это тоже означает, что все идеи, новости и другие важные послания могли быть распространены по всему миру. Намного быстрее. Вместо того, чтобы их переписывать от руки, теперь можно было отпечатывать страницу за страницей. Конечно, потребовалось определенное время для того, чтобы составлять прессовую плиту для каждой страницы, буквой за буквой. Но это, безусловно, было огромным шагом вперед по сравнению с рукописиным копированием книг. Представляете ли вы, сколько потребовалось бы времени, чтобы перепечатать все книги о Гарри Поттере от руки? Или даже страницы за страницей? Безусловно, потребовалось бы огромное количество времени, но так или иначе, это было феноменальным развитием. В этом никаких сомнений. И это было настолько большим скачком, что подобный способ распространения информации использовался, начиная с 15 века и до 19 века, практически без изменений. Всего лишь с небольшими улучшениями. Никто не мог даже желать лучшей версии. Казалось сказкой, то, что этот измительный способ распространения информации мог быть сделан лучше. Особенно учитывая, что в прошлом у нас даже бумаги-то не было. Раньше изображения и тексты могли вырезать в камни. Соответственно, тогда казалось, что этот метод уже совершенен. Но нужно понимать, что всегда можно становиться лучше, всегда можно становиться более эффективным. Сегодня, вдобавок к печати книг к большей скорости, мы можем даже напечатать персонажей в 3D. На самом деле, нам уже даже не нужна физическая книга. Мы можем читать электронные книги. И для тех из вас, кто помнит, как мы таскали учебники в портфелях, сегодня это уже не нужно. У вас целая библиотека, которая содержится в ваших руках, в вашем телефоне или айпаде. У вас даже не только библиотека. У вас все библиотеки мира, которые находятся у ваших пальцев. И даже на этом мы не остановились. Мы пошли дальше. Сегодня вам даже читать книгу не обязательно. Вы можете ее читать, чтобы компьютер зачитывал ее вам совершенно плавно. И знаете, аудиокниги стали доступны слепым. Развитие и эффективность продолжают приближать все ближе и ближе к самым разным развитием. Это делает их более доступными для того, чтобы большее количество людей могли их себе позволить и могли им начать пользоваться. То, что раньше было лишь научная фантастика, и сегодня просто является обычным способом потребления информации для современного человека. Знаете, и казалось бы, что дальше в этом направлении мы уже не можем продвинуться. Но всегда есть способы. Знаете, в будущем мы, скорее всего, сможем просто просканировать книгу, и вся информация будет загружена напрямую в наш мозг. Мы, скорее всего, будем вспоминать наши сегодняшние времена и думать, ух, ничего себе, какие люди странные бы о них книги читали. Произойдет еще один технологический скачок. Давайте поговорим еще кое о чем. Давайте поговорим о том, как раньше мы рекламировали все. Не так давно рекламу можно было размещать только на огромных билбордах на улице или в газетах. Сегодня же мы не можем даже упомянуть рекламу, не упоминать таргетирование рекламы, персонализированных алгоритмов и искусственного интеллекта. В результате примерно 47% интернет-пользователей уже используют блокировщики рекламы или отблокеры. Даже 15 лет назад это было невозможно себе представить, и даже таких слов у нас в нашем языке не было. Но встречаются разные технологии, социальные сети, маркетинговые компании, используют наши поведенческие паттерны для того, чтобы показывать нам рекламу продуктов, которые, возможно, мы подумаем, что нам нужны. Искусственный интеллект знает то, чего мы хотим, перед тем, как мы сами успеваем это понять. И скорее всего, ой, совсем не за горами будет то время, когда мы просто попросим Сири или Алексу показать нам то, чего мы хотим. Либо на экране, либо как голограмма, либо как дополненный объект в дополненной реальности. Вы, скорее всего, можете сказать, Сири, покажи мне визуализацию новой модели S. И визуализация этой машины покажет, появится перед нами или проложит ли мне дорогу прямо передо мной. И, соответственно, карта проявится в воздухе. И вскоре после этого нам даже говорить уже.